За 20 лет поисковый отряд «Китиш» нашел несколько сотен бойцов, восстановил десятки имен. Хотя его основатель Антон Кузнецов говорит, эту работу нельзя измерять количеством. Даже если на исследуемом участке ничего найдено не было, это тоже результат. Можно целый год отрабатывать участок боевых позиций продолжительный и не найти ни одного бойца. Но ты при этом находишь экспонаты, ты отрабатываешь участок местности большой, ты знаешь, что здесь ничего нет, можно быть спокойным. 20 лет назад, когда поисковый отряд только создавался, Антон Кузнецов решил, работать будет на родной земле в Одинцовском районе. И до сих пор он остается верен своей принципиальной позиции. Этих солдат к нам никто не поедет искать со Смоленщины, из-под Нижнего Новгорода. Мы должны навести порядок на своей земле, и мы это делаем уже до Утибалде. За праздничным столом бойцы поискового отряда и его друзья, люди, которые словом и делом на протяжении многих лет помогали хотя бы на толику приблизиться к завершению Великой Отечественной войны. Искать и находить бойцов, сражавшихся на нашей земле и отдавших свои жизни во имя будущего. Приглашенные, люди разные, военные, представители военно-патриотических клубов, ветеранских и общественных организаций, журналисты. Желаю поисковой удачи, как я обычно говорю, чтобы вы нашли бойца, у этого бойца был медальон, и этот медальон обязательно прочитался. Но одной поисковой работы отряд Китиш не ограничивается. Его командир старается увлечь историей не только своих воспитанников. На военно-спортивных мероприятиях и экологических акциях с крыльеведческим уклоном он рад видеть всех. Задача вообще поисковиков не только работать на полях сражений, но и напоминать всем гражданам, молодым людям о том подвиге, который был совершен. Об этом нужно говорить, об этом нужно напоминать. И вот отряд Китиш в этом отношении ведет системную работу. Выставки, реконструкции, патриотические мероприятия. Это вот все то, что делает, в общем-то, один единственный отряд, и это очень здорово. День рождения принято не только подводить итоги, но и строить планы на будущее. А их у Китиша много. Есть мысли выйти за границы Одинцовского района, но не для поисковых целей, а скорее для просветительских. Есть наши героические земляки, именами которых названы улицы. Посетить место гибели, посетить место захоронения, донести эту информацию, поднять ее еще раз на щит, рассказать Одинцовским жителям о том, что вот наши земляки, они известные, они совершали подвиги. Вот в этом плане да. Может быть, действительно какие-то экспедиции в будущем будут организованы там, где те люди, которые призывались из Одинцовского района, куда они пошли, и в западных областях свою родную землю защищали. А пока дел хватает и на родной земле. Идет работа над созданием электронной книги памяти Одинцовского района. А сразу после юбилея поисковый отряд «Китиш» приступит к подготовке мероприятия «Рассвет Победы». Оно посвящено началу контрнаступления советских войск в битве под Москвой и запланировано на 26 ноября. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.